По федеральному законодательству каждая организация раз в три года должна была подвергнуться такой независимой оценке. И самое главное, что по результатам этой независимой оценки, которую проводят не органы исполнительной власти, а именно независимый оператор, он представляет всю информацию о том, как была проведена эта оценка, непосредственно в общественный совет того министерства или ведомства, или органа местного самоуправления. И на соседании общественного совета проводится рассмотрение результатов этой оценки и принятие каких-то мер по решению тех вопросов, которые были подняты или обнаружены, как недочеты в деятельности наших проверяемых организаций. Что касается в отношении учреждений социального обслуживания, хочется сказать, что за эти два года у нас было охвачено независимой оценкой 103 организаций социального обслуживания. 103 это практически у нас 90%, на сегодняшний день у нас их 122. Какие основные мы выявили, так скажем, замечания, которые проводятся у нас теми экспертами, которые выезжают в наши организации? Первое, это, конечно, неудовлетворительное состояние помещений. У нас поэтому на сегодняшний день мы уже согласовали с президентом и уже второй год реализуем программу капитального ремонта наших учреждений. В нее вошли все наши психоневрологические дома-интернаты, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также у нас социальные приюты. Много было нареканий именно к компетентности наших сотрудников. Поэтому мы сегодня проводим уже такой мониторинг, когда наши специалисты обучались на курсах повышения квалификации, когда проходили повышение квалификации. Мы провели в 2016 году в июле практически аттестацию всех специалистов по социальной работе, социальных работников, те, кто непосредственно, прямо каждый день общаются с нашими гражданами. Были, конечно, вопросы и по питанию. И здесь тоже нам пришлось высказаться в адрес своих сотрудников о том, что мы где-то допускаем нарушения при организации питания. Опять-таки пришлось нам и проверить и технологические карты, и как мы организовываем питание, и провести подготовку наших поваров, переподготовку. То есть и такие моменты были. Были моменты с открытостью и доступностью. Предположим, то, что наши инвалиды не могли пройти непосредственно в здании одного из наших учреждений. Поэтому на сегодняшний день у нас шесть учреждений стоят в плане организации доступности на 2017 год. А в течение 2015 и 2016 года, по тем замечаниям, которые у нас проводились, было адаптировано еще 25 объектов. Информационное агентство «Татаринформ». Полная и достоверная информация о Республике Татарстан.